МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шалафаст. Смотрите в этом выпуске. Стихия разбушевалась, город освобождают от снега. Театром Браво в Самаре назвали лауреатов театральной премии. 25 тысяч человек на площади в едином порыве. В Самаре начались репетиции парада памяти. За несколько дней в Самаре выпало больше 20 миллиметров осадков. И если автомобилисты к внезапному снегопаду оказались готовы не все, то коммунальщики встретили стихию во всеоружии. На улице Самары вышло больше 200 спецмашин и почти 2500 дворников. Как чистили город днем и ночью, расскажет Олеся Корецкая. Город засыпает, а работа по очистке улиц не прекращается. Этой ночью самарские дороги очищали от снега 113 машин. Ближе к утру техника объем будет увеличен, потому что к началу движения людей на работу нужно провести финишную зачистку, расчистить тротуары, обработать все, чтобы город был готов к утру к движению транспорта. Город закупил новую технику, малодаборитную, которая позволяет убирать тротуары. После упадения снега тротуары метутся, подметаются и обрабатываются антиголоволенными реагентами. Больше 20 миллиметров снега за несколько дней – не критическая масса. Коммунальщики к зиме были готовы. Уборку улиц осложняют припаркованные у обочин машины. Иногда особо лихие водители пытаются вклиниться в колонну снегоуборочной техники. Чтобы этого не произошло, автопоезд из спецмашин сопровождает патруль ГИБДД. Большинство водителей отмечают, в этом году движению на дорогах внезапный снегопад не помешал. Ну, снег всегда выпадает внезапно, на голову падает, да? Ну, ведь, смотрите, все, прошло второй день, и снег чистят. Дороги вообще стали хорошими, ухоженные, обихоженные, чистые, приятно ездить. А рано утром началась уборка дворов и придомовых территорий. В снегопад дворники выходят на очистку снега в 4 утра. Скалывают наледь, тротуары посыпают специальными составами. Песка и соли здесь нет. Все-таки исторический центр города. Дворы старые, жил фонд очень старый. Дворы все узкие, доисторические, дореволюционные постройки. И, естественно, туда не в каждый двор загонишь технику. Приходится работать вручную. Основной, 90% работы – это ручной труд дворников. Как и на больших улицах, во дворах чистки снега мешают машины. Многие жильцы не отгоняют их даже после объявлений о предстоящей уборке. Коммунальщики снова и снова просят жителей быть более сознательными и не осложнять работу дворникам и спецтехнике. В целом, первый большой снегопад для Самары не стал шоком. Муниципальные предприятия готовятся к зиме заблаговременно. Закупают инвентарь, зимнюю спецодежду для дворников проводят техосмотр машин. Эта работа на сегодняшний день для нас не явилась неожиданностью. Мы начали работу 30-го числа. Но сказать, что в полном объеме мы удовлетворены работой, наверное, это было бы неправильно. Олеся Корецкая, Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, Станислав Левин. События. Любимый театр самарцев – театр оперы и балета. Так решили горожане, отдав свои голоса на премии зрительских симпатий «Браво». Проводится она при поддержке городской администрации и союза театральных деятелей. Кого публика считает лучшими актрисой и актером, знает Марианна Мирная. В номинации «Любимый театр» театрального сезона 2015-2016 годов определила победителем Самарский академический театр оперы и балета. Лучших выбирали с весны. В театрах Самары были установлены урны для голосования. Зрители отдавали свои голоса за любимых актеров и спектакли. Не исключением стали и представители городских властей. Надо сказать огромное спасибо всем творческим людям, которые принимают участие не только сегодня в мероприятии, но и своим трудом сделали так, что Самар является театральной столицей по Волжье. Порой один единственный спектакль, он может поменять жизнь очень-очень сильно. Всем советую чаще посещать театр. Это очень нужно всем нам, это очень нужно актерам, потому что каждый раз, играя спектакль, они сдают определенные экзамены. И каждый раз они играют для нас с вами. Лучшим спектаклем по классической драматургии стала постановка «История лошади» драматического театра. В современной драматургии победил Самарт с дебютной режиссерской работой «Манюня». «Манюня» – это вообще, когда я прочитал эту книгу «Манюня», это про мое детство. Мне как бы это близко, я прекрасно все это понимаю, о чем там ушла речь. И как сложится дальше, посмотрим, посмотрим. Конечно, и классика, я думаю, будет современной драматургии. Лучшим музыкальным спектаклем стал «Гранд Пай» с похитой Минкуса. Лучшей балериной признали Ксению Овчинникову. Георгия Цветкова за партию Елецкого в «Пиковой даме» отметили как самого любимого исполнителя. Самая острая борьба, конечно, развернулась за звание любимой актрисы и актера в театре драматическом. В этих номинациях победу одержали народная артистка России Жанна Романенко за «Странную миссис Сэвич» и Владимир Лоркин из Самарской площади за роль в спектакле «Кроткое» по Достоевскому. Любовь, вот ее не купишь. Вот ее не купишь ни за какие деньги. Вот ее надо действительно заслужить. И действительно я ее питаюсь, этой любовью. И каждый раз, выходя на сцену, естественно, я хочу, ну как бы, вот оправдать, оправдать это доверие. Это же голосуют зрители, а это особенно приятно. Ну, хотя профессиональная премия, конечно, тоже очень важна, и она очень приятна. Но здесь зрители, это здорово, значит, нас любят, значит, к нам ходят, есть зрители. Это отлично. Когда мы слышим аплодисменты в этой черной яме зала, так именно выглядит зал, когда стоишь на сцене, потому что не видно лиц. И мнение зала нам очень важно, потому что вся наша жизнь направлена не понравиться моему коллеге-профессионалу, да, а понравиться зрителю. В этом году 11 лауреатов уже определены. У зрителя будет возможность вновь проголосовать за любимые театры следующей весной. А пока все как один кричат самарским актерам «Браво!». Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Первые репетиции Парада памяти начались в Самаре. Масштабное действие пройдет 7 ноября на главной площади города. Парадный шаг на площади Куйбышева уже отрабатывают студенты Самарского университета. В этом году количество участников должно превысить 35 тысяч человек. Подробности патриотического шествия у Марины Кравцовой. Юбилейный Парад памяти обещает стать самым массовым. Кроме традиционных расчетов по площади пройдут колонны трудовых коллективов студентов. Более 25 тысяч человек. Особое место займет Геройский полк, участники которого принесут в руках портреты героев. Геройский полк, который не только будет сопровождать уже по традиции народный артист Советского Союза Василий Семенович Лановой, но он предпочел наш парад, параду в Москве, потому что, сказал уже, парад памяти для меня стал родным, и я обязательно приеду в Куйбышев. Погода не помешает, уверены организаторы. Какова будет расстановка парадных расчетов, уже определили на главной площади города. Пока в усеченном варианте. Строевой шаг участники отрабатывают на местах. Особенно ответственно подходят школьники из патриотического движения «Юна армия». Они впервые пройдут в парадном строю. Они впервые пойдут по площади Куйбышева. «Юна армию будут представлять. Поэтому, естественно, они сделают все возможное, чтобы войти в историю первых юна армейцев, которые приняли участие, тем более, в юбилейном параде». Как и 75 лет назад, на параде будут иностранные дипломатические миссии. Места на трибунах займут представители посольств девяти стран. «Мы знаем исторический факт, что военно-морской атташе Японии после парада сразу послал телеграмму о том, что нельзя вступать в войну, у русских большие силы. Наверное, уже за это надо сказать спасибо тем людям, которые шли по площади Куйбышева». В программе и воздушный парад с участием самолетов и вертолетов продлится парад памяти почти два часа. После запланирована концертная программа. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. «Мустанг» и «Чайка» во всей красе. В Самаре прошла выставка раритетных машин. Посвящена она дню ретроавтомобилиста. Старинные BMW Ford «Москвич Иш». На одной площадке собраны легенды советского и иностранного автопрома. С любителями исторической техники пообщалась Алина Чемерес. «Таких деталей под капотом современного автомобиля не встретишь. Знакомьтесь, Ford Mustang собственной персоной. В салоне чистота, кузов на драйн до блеска. Эта машина создана, чтобы вызывать восторг», – говорит ее владелец Максим Бартенев. Автомобиль, о котором мечтал еще в детстве, заказал в Америке через знакомых. Хоть машина 68-го года выпуска, ходовая часть в отличном состоянии. По выходным на своем «Мустанге» Максим ездит по Самарским улицам, разбавляя поток современных машин ретро-колоритом. Нравится самому передвигаться на этом историческом автомобиле. Ну и, конечно, приятно внимание окружающих людей. Приятно, что люди понимают и относятся с пониманием и с радостью, иногда даже с восхищением. Легендарная советская «Чайка», немецкий «Ван Деррор», «Москвичи», «Жигули», «Послевоенная техника» – на выставке около полусотни раритетных машин. Организаторы искали участников по всей стране. Здесь те, кому старинные автомобили перешли по наследству, и те, кто сам практически с нуля собирал свою ласточку. Вторую жизнь в заботливых руках нового владельца получила и эта победа. Победа 55-го года выпуска. Первым ее хозяином был герой Советского Союза. Прежде чем она попала к новому, владельцу 50 лет отъездила по бездорожью и по трассе. Вся электроника в машине родная, ее менять не пришлось. Победа в отличном состоянии, потребовался только косметический ремонт. Юрий, долго восстанавливали машину? Ну, на восстановление машины где-то ушло в районе 9 месяцев. Ну, это без выходных, без праздников. Ну, и, естественно, жена ворчала. Выставка, приуроченная ко дню ретро-автомобилиста, проходит в Самаре впервые. Несмотря на холодную погоду, желающих познакомиться с историей здесь немало. В годы, когда машины были результатом не конвейерной сборки, а кропотливого труда механиков, каждый автомобиль был произведением искусства, говорят организаторы. Тогда, как они выражаются, техника была настоящей. Сейчас автомобили отличаются, наверное, только эмблемой на капоте. А раньше они различались полностью. От самого простого до самого последнего. Нельзя назвать, что они были одинаковыми. Сейчас весь автопром рисуется на компьютерах, создаются модели. Тогда все шло просто на ватмане. Рисовалось от руки, была красота, игра целый линий. Приехали с ребенком после танцев посмотреть, что представлено, показать ребенку, на чем мы ездили раньше, на чем ездили наши дедушки и бабушки. Очень интересно. Хорошие экземпляры и все в чистом виде. В следующем году выставку ретро-машин планируют расширить и собрать еще больше любителей раритетных автомобилей. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других темах дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Татьяну Ярилкину вновь обвиняют в мошенничестве. В отношении бывшего председателя правления ликвидированного банка «Волгокредит» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает областная прокуратура. По версии следствия, в 2014 году Татьяна Ярилкина, используя служебное положение, ввела в заблуждение сотрудников банка развития столицы и путем обмана похитила векселя, принадлежавшие «Волгокредиту». Затем, как считают следователи, подозреваемый распорядился бумагами по своему усмотрению, не отразив это в бухгалтерской отчетности. Ущерб составил 272 миллиона рублей. Задержанный тольяттинцы, требовавший 77 миллионов рублей выкупа у бизнесмена за похищенного брата. Сразу после того, как злоумышленники позвонили 56-летнему владельцу коммерческой организации и потребовали выкуп, он обратился за помощью в полицию. Подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Похищенного мужчину освободили. Рособранадзор запретил Самарскому институту бизнеса и управления принимать студентов. Эта мера не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза. Примечательно, что еще в июне прошлого года Совет учредителей этого института принял решение о ликвидации вуза. Самарским школьникам увеличили каникулы. Как пояснили в городском департаменте образования, первый учебный понедельник выпадает на 7 ноября, когда областная столица будет отмечать юбилей военного парада 1941 года в запасной столице. Чтобы педагоги и ученики смогли принять участие в памятных мероприятиях, и решено было сделать 7 ноября выходным днем в школах. Маэстро марш. В Самаре завершился 12-й межрегиональный фестиваль исполнительского мастерства. Конкурс собрал больше сотни коллективов со всего Поволжья. Музыканты соревновались в умении исполнять марш два дня. В результате лучшие выступили на галоконцерте. Четкими ритмами и виртуозной игрой насладилась Алина Чемерес. Марши всех времен на одной сцене. Боевой гимн «Вперед за братьев» знаменитая тройка Георгия Свиридова из фильма «Метель» произведение, посвященное генералу Скобелеву. Таков репертуар детского симфонического оркестра. Коллективу нет и года, но это не помешало ему стать одним из лучших на фестивале «Маэстро марш». Коллектив у нас очень слаженный, даже несмотря на то, что мы собираемся не так часто, как хотелось бы. Эта работа очень сложная по организации прежде всего, потому что нужно найти время, помещение, конечно. И, конечно, нужен репертуар и, конечно, дирижер. Это очень нужно для детей прежде всего, для заинтересованности, конечно же. Это очень повышает их интерес к инструменту. Десятки коллективов со всего Поволжья два дня соревновались в исполнительском мастерстве. Прослушивания проходили с 10 утра и до 5 вечера. Жюри отмечает, мастерство музыкантов с каждым годом растет. Был какой-то такой солятовый выстрел. Многие коллективы выступили на голову, а то и на две головы выше. Просто очень сильно порадовали. Очень порадовали тольяттинские мальчики, певцы. Очень порадовали практически все духовые оркестры. Опять же, вновь созданный коллектив симфонический детский. Музыка, под которую бойцы шли в атаку, походные ритмы, торжественные мелодии. Исполнители с опытом говорят, чтобы звуки марша задели слушателя за душу, нужно каждый раз рисовать в голове яркие старинные образы. Представляется военный оркестр. И какие-то времена 19-18 века, когда существовали. Какие-то традиции, которые сейчас забываются, но потихоньку восстанавливаются. Людям нравится духовая музыка. Поднимается настроение. Организаторы надеются, в следующем году участников фестиваля станет больше. И маэстро-марш зазвучит с новой силой. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Это еще не вся картина дня. Сейчас к эфиру готовятся следующие сюжеты. Капитальный ремонт идет по плану. В Самаре привели в порядок 500 домов. Новое лицо Старой Самары. В городе продолжают преображать фасады исторических зданий. Ума палата. Воспитанники детских домов соревнуются в интеллектуальной игре. На этом наш выпуск завершен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин